Сегодня в Вестнике Северодвинска сдавать экзамены заставили жилищников. Лишь так достается лицензия на управление домами. Школьные пищеблоки на ремонт, новое оборудование и красивые стены появятся к первому сентября. Крадут медведи и ботинки. Нестабильная ситуация в стране доводит до воровства. 2% учащихся в группе риска. Школьники проходят тесты на наркотики. Большой единый госэкзамен предстоит сдать жилищникам. Здравствуйте, в эфире Вестник Северодвинска в студии Сергей Курбан. Чтобы получить лицензию на работу руководителям жилищных организаций, надо знать на зубок несколько сотен правовых актов и 100 вопросов тестирования. Первой в области на экзамен вышла именно северодвинская компания. Какие знания показали жилищники в первом материале? Знать на зубок жилищный кодекс, правила предоставления коммунальных услуг и еще почти две сотни нормативно-правовых актов. По закону свои знания руководители управляющих компаний должны подтвердить на экзамене. Все ради получения лицензии на управление многоквартирными домами. Северодвинские жилищники начали готовиться еще прошлой осенью, ведь лицензию необходимо получить до 1 мая. На настоящее время все предприятия прошли предварительную процедуру подготовки к получению лицензии и к сдаче экзамена. Для сдачи этого экзамена предприятиям требовалось повторить порядка более 200 нормативно-правовых актов. Для прохождения экзамена на получение лицензии муниципалитет решил подготовить 7 МУПов, 6 акционерных обществ и 7 частных управляющих компаний с долей собственности города. Первыми в нашем регионе экзамен на получение лицензии сдали руководители управляющей компании МУП ЖКТ. Из 100 вопросов 7 специалистам предстояло ответить минимум на 84. Из 7 и 2 я сдал на 100 баллов. Значит, это у меня начальник ПТО и энергетик предприятия. Я сам на 99, заместитель мой на 98. 200 вопросов, это злободневные, мы их используем каждый день. Это и технические там вопросы, и организационные, и правовые. Это те все вопросы, которые, в принципе, все должны знать. В течение 90 дней управляющая компания пройдет длительный процесс оформления лицензии. В МУП ЖКТ надеются получить документы к началу апреля. Однако, если до 1 мая этого года жилищники не получат документ, то смогут осуществлять лишь подрядную деятельность без прямого управления жилищным фондом. Сергей Курбан, Денис Богданов, Вестник Северодвинска. Заменят советские кафели, окна на современные. Установят новое оборудование. Капремонт пройдет в школьных пищеблоках. Повезло пока трем образовательным учреждениям. Отремонтируют пищеблок 6-й школы, 13-й и 27-й лингвистической гимназии. Развести очередь голодных школьников планируют к 1 сентября. За лето школьный пищеблок реконструируют. Столы для грязной посуды перенесут в мойку. А на их месте удлинят раздачу. Поставят еще один кассовый аппарат. Тесность здесь стала в последние 5 лет. Учеников прибавилось на 150 человек. Вообще, эта столовая по нормам. Мы можем кормить 100 человек одновременно. Всего лишь. Вот представьте, а у нас 850. Надо охватить 100%. Сколько времени надо. Поэтому надо изыскивать разные возможности. В том числе и увеличение пропускной способности раздачи. Ремонт проведут еще в двух пищеблоках. Шестой и тринадцатой школ. Заменят кафель, окна. В том числе и в подсобных помещениях. Так как во всех этих школах большое количество учеников заменят и оборудование пищеблоков. Каждый на 2 миллиона рублей мы планируем заменить технологическое оборудование. Ну, даже не то, которое уже нельзя эксплуатировать, а более мощное, более объемное. Те же пара конвектоматы. Почему? Потому что значительно вырос контингент учащихся во всех этих школах, вообще во всех наших школах. Старое, но еще пригодное оборудование перенесут в другие школы города. Общая цена всех трех ремонтов – около 12 миллионов рублей. Так как предприятие развивается, мы справились с финансовыми проблемами. Соответственно, сейчас в наша очередь, мы же оператор общественного питания в этих школах, мы должны следить за их санитарным состоянием. Поэтому это сейчас… Ну, а все оборудование, наверное, и так в нашемласти находится. Поэтому, безусловно, обновляемо за свой счет все оборудование и все эти косметические ремонты мы делаем за свой счет. Ремонты пройдут во время летних каникул. Обновленные пищеблоки ученики трех школ оценят 1 сентября. Анна Бибикова, Владимир Богомолов, Вестник Северодвинска. 57 пригородных пассажирских поездов будет курсировать в этом году в области. При этом в весенний и летний период количество дачных поездов увеличится. Больше чем 85,5 миллионов рублей пойдут на компенсацию выпадающих доходов перевозчика. Правительство области и Северная пригородная пассажирская компания заключили договор на первое полугодие 2015 года. Руководство перевозчика пообещало, количество пригородных поездов останется на уровне прошлого года. А в дачный сезон, как обычно, будут ходить дополнительные поезда. С 15 апреля будет увеличена периодичность пригородного поезда «Сиархангельск». Сейчас на данный момент поезд курсирует по субботам. В летний период он будет курсировать среда, суббота, воскресенье. И с 1 мая 2015 года тоже будут добавлены два поезда. Это Северодвинск-Лайска и Северодвинск. Стоимость проезда для населения в пригородных поездах останется без изменений. Максимум в составе 22 рубля за 10 километров. За прошлый год пригородные пассажирские поезда в Поморье перевезли около 2 миллионов человек. У женщин пенсия будет меньше, чем у мужчин. Министерство труда и соцзащиты разработало проект правил расчета срока выплаты населению накопительной пенсии. Новая методика приведет к тому, что размер накопительной части пенсии у женщин станет меньше, чем у мужчин, примерно на 20%. Как сообщили сегодня известия, проект Минтруда обновляет методику расчета ожидаемого периода выплаты накопительной пенсии. Это количество месяцев, в течение которых с момента выхода на пенсию производятся выплаты из накоплений гражданина. Чем длиннее этот период, тем меньше будет размер ежемесячных выплат пенсионеру. Размер накопительной пенсии у женщин получится меньше, ведь они раньше мужчин выходят на заслуженный отдых. По новым расчетам у мужчин период выплаты 227 месяцев, у женщин 270. Эта разница в 20% отразится на сумме ежемесячных отчислений. Новую методику планируют применить в государственном и негосударственных пенсионных фондах с 2016 года. Многодетные бесплатно смогут получать юридическую помощь на законных основаниях. Как сообщают известия, в Госдуме уже подготовлен соответствующий законопроект. Если предложение пройдет, получить право на бесплатную юридическую помощь, также смогут граждане, которым присвоены государственные награды, орден «Мать-героиня», «Материнская слава», «Родительская слава» или «Медаль материнства». По мнению инициаторов законопроекта, это окажет серьезную поддержку многодетным семьям. Многодетные матери имеют небольшой трудовой стаж, у них низкий средний заработок, поэтому они получают минимальные пенсии. Платная квалифицированная юридическая помощь многим не по карману. Бесплатная же юридическая помощь не потребует больших дополнительных расходов из бюджета и оценивается в 50-80 миллионов рублей. 2% учащихся в группе риска. Таковы результаты социально-психологического тестирования учеников 17-го лицея и 8-й гимназии на наркозависимость. Данные других школ сейчас обрабатываются. Около 5000 северодвинских школьников приняли участие в социально-психологическом тестировании на выявление склонности к употреблению наркотиков. Это лишь 76% от всех учащихся в возрасте от 13 до 18 лет. На тестирование требуется согласие родителей и самих учеников. Сейчас данные обрабатываются в Министерстве образования и науки Архангельской области. Далее мы получим обобщенные данные в целом по городу, по каждому образовательному учреждению. Хочу напомнить, что данные мы получаем только обобщенные. То есть, оно, хотя и не анонимное это тестирование, но оно, так сказать, не подлежит огласке. Следующий этап – медицинское тестирование. Здесь снова потребуется согласие родителей или самих учеников. Его проведут в первом квартале 2015 года, как только будут готовы медицинские учреждения. Также решается, как часто проводить такое тестирование в школах. Как переселиться из ветхого жилья? На эти и другие вопросы северодвинцев отвечал мэр. Сегодня глава города провел плановый прием горожан по личным вопросам. Традиционно северодвинцев больше всего беспокоят проблемы, связанные с улучшением жилищных условий. Сегодня задача номер один для администрации – переселение горожан из ветхого и аварийного жилья. Около 800 решений суда необходимо исполнить по предоставлению жилых помещений. Еще одна проблема, с которой обращаются граждане – предоставление земельных участков для строительства многодетным семьям. В администрации города создана специальная комиссия по выделению земли. В нее входят представители восьми многодетных семей. Сегодня также поступили и предложения по улучшению освещения улиц и площадей города. Развестись и выйти замуж теперь можно в один день. График работы в городском ЗАГСе меняется с февраля. Теперь по субботам можно не только зарегистрировать брак, но и расторгнуть его. В полноценном режиме начинает работать северодвинский отдел ЗАГС. Начиная с 3 февраля суббота становится рабочим днем. Теперь со вторника по субботу в рабочие часы отдела можно решить абсолютно любые вопросы. От приема различных заявлений и выдачи дубликатов документов до регистрации и расторжения брака. Выходными днями по-прежнему останутся воскресенье и понедельник. Перерыв на обеды в рабочие дни с 13 до 14 часов. Время приема в будни с 9 до 17.30, в субботу с 9 до 16. Также в предпраздничные нерабочие дни время приема уменьшается на час. Стать героями наших сюжетов можете и вы. Обо всем интересном, что происходит рядом, сообщайте по телефону 580-700 или пишите номер 8-911-0-580-700. А сегодня день ручного письма и повод напомнить. Почерк каждого человека уникален. Популярность компьютеров, электронной почты и смс уводит нас от возможности написать свои мысли собственноручно. Возможно, в недалеком будущем письмо или открытка, написанные от руки, станут самыми желанными. Ну а теперь о погоде. Порадует ли нас Небесная канцелярия в субботу, расскажет Ольга Матвеева. Морозная, пасмурная и снежная погода ожидает нас в субботу. Здравствуйте! О метеопрогнозах на завтра расскажу вам сразу после коротких анонсов. Смотрите далее в выпуске. Крадут медведи и ботинки. Нестабильная ситуация в стране доводит до воровства. Не забиваешь ты, забивают тебе. В спортзале САФУ наука и Архангельская Рома выдали упорный матч. О метеопрогнозах расскажет вам Небесная канцелярия. И вас приветствует наш спонсор Ивановский текстиль. 24 января по данным Гесметио в Северодвинске ночью ожидается 14 градусов мороза. Днем будет минус 11. Пасмурно, небольшой снег. Ветер южных направлений слабый до 4 метров в секунду. Атмосферное давление в течение дня будет падать. И к вечеру составит 764 миллиметра ртутного столба. Для тех, кто следит за приливами и отливами воды, в субботу полная вода будет в 7 часов 20 минут и в 19.47. Малая вода в 0 часов 12 минут и днем в 12.45. По народному календарю 24 января Федосеев день. Часто он бывает очень холодным. В народе считалось. Морозы на Федосеев день и к затяжным холодам и поздним посевам. А Федосеево тепло на раннюю весну. При любой погоде загляните на ярмарку-распродажу от фабрики «Ивановский текстиль». Она пройдет 26 и 27 января в НТЦ «Звездочка». А я желаю вам солнечного настроения в выходные дни. До свидания. Изделия «Ивановского текстиля» создадут для вашего дома особое настроение и комфортные условия для полноценного сна. На «Ивановской текстильной ярмарке» вы найдете продукцию высокого качества с постоянно растущим ассортиментом. Новинка сегодня 5D-эффект. Благодаря многократному нанесению оттенков постельное белье намного ярче и выразительнее. Дорогие наши покупатели, мы привезли вам продукцию ведущих иванских производителей. У нас в большом ассортименте представлено постельное белье из поплина, бязи, сатина. Домашний текстиль, костюмы, платья, халаты, подушки с бамбука, верблюжьей шерсти, эвкалипты или бяжьего пуха. Одеяло, покрывалы и пледы. Как из стопроцентного хлопка, так и синтетики. Выставка продажи пройдет 26 и 27 января в НПЦ «Звездочка» на Острове Яблево. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова 26 и 27 января. Центр культуры и общественных мероприятий. В эфире «Вестник Северодвинска» и мы продолжаем. Будущих добровольцев ждут в молодежном центре. В городе стартует школа волонтеров. Учиться в ней может не только молодежь, но и люди постарше. Учиться дарить людям добро приглашает молодежный центр. Школа волонтеров стартует 7 февраля. Мы приглашаем волонтеров. Это активные жители нашего города. То есть у нас идет предел от 14 лет и до. То есть если вы активны, если вы хотите делать добрые дела, то мы вас приглашаем, призываем. То есть это не только школьники и студенты, но могут быть люди более старшего поколения. То есть если даже есть дети или даже внуки. Для участников школы подготовлена обучающая программа. Психологи проведут тренинги на развитие лидерских качеств личностного роста. А волонтеры-организаторы поделятся своим опытом. Полученные знания участники школы должны будут проверить на практике. Соберут команду коллег-единомышленников, разработают собственное мероприятие и проведут его. Новоиспеченных добровольцев ждет диплом участника и волонтерская книжка. Они могут принимать активную часть уже в организации. То есть, скажем, такого рода добровольческий карьерный рост. То есть можно развиваться, можно стать сначала участником, потом, например, координатором, куратором, потом организатором. И потом уже провести какое-то собственное мероприятие, получив некоторый опыт. Чтобы попасть в школу волонтера, необходимо заполнить заявку до 2 февраля по телефону или на странице мероприятия социальной сети ВКонтакте. Осталось 20 мест. Построить снежный город во дворе и получить за это денежную премию может каждый. В городе стартует смотр-конкурс «Лучший снежный городок». Комитет ЖКХ транспорта и связи администрации города принимает заявки на участие до 4 февраля. Победитель получит 15 тысяч рублей. Проявить фантазию можно и в конкурсе на лучшую масленичную куклу. Прием заявок начнется в понедельник. Постревноваться в мастерстве изготовления масленичных кукол можно как одному, так и целым коллективом. Конкурс на лучшую куклу-масленицу пройдет 22 февраля во время народного гуляния. Подать заявку можно до 20 февраля в парк культуры и отдыха или в управление культурой и общественных связей. Количество участвующих работ не ограничивается. Определены две номинации – масленичная кукла в традиционных мотивах и масленичная кукла в оригинальном авторском решении. Использовать можно любые материалы, однако не стоит забывать о том, что конкурс проходит на улице. Также работы должны сопровождаться этикеткой с указанием фамилии, имени автора или коллектива авторов и наименование работы. Дополнительная информация по телефону 56 14 50 или 58 21 82. И в продолжении темы полиция открыла двери для будущих юристов и работников органов внутренних дел. Увидеть работу защитников правопорядка смогли народные дружинники Северодвинска. Народным дружинникам показали работу правозащитников в действии. В первую очередь познакомили с работой дежурной части. Отсюда координируются автопатрули, посты и службы для дальнейших действий по охране общественного порядка. А возможно кто-то из дружинников в будущем захочет работать в отделе дознания. Сегодня отряды ДНД главные помощники полиции в охране порядка. Чтобы помогать сотрудникам полиции в осуществлении правопорядка на улицах города, чтобы граждане знали законодательство, административный кодекс. Когда если граждане распивают спиртные напитки, подойти, объяснить федеральное законодательство, нормативно-правовые акты, что такое делать нельзя. Сейчас в рядах помощников правозащиты 78 человек. К территорию старого города патрулирует группа правопорядок, район Нового – Каскад. Идет набор в третью группу, чтобы обеспечивать порядок на улицах острова Ягры. Водителям-чайникам нельзя перевозить пассажиров и ездить с прицепом. Изменения предлагает ввести госавтоинспекция. Автолюбителям, чей стаж вождения меньше двух лет, надо запретить буксировать другие машины и ездить с прицепом. А начинающим водителям мотоциклов и мопедов перевозить пассажиров. Это должно привести к уменьшению ДТП. А вот к чему приводит нестабильная экономическая ситуация, смотрите в рубрике «Протокол». Три пятерки у нас суббара пошел к вам на эти. Так точно. Служное время диктует новые условия. Безопасность вас и вашего предприятия – залог успешного бизнеса и спокойной жизни. Частная охранная организация «Витязь Северодвинск». Полный спектр услуг в сфере безопасности. От проектирования и монтажа систем безопасности, любой сложности, до вооруженной охраны объектов и сопровождения грузов. «Витязь Северодвинск». Ломоносова, 42А. Телефон 58-4606. Ваша безопасность – наша работа. Из магазина на советской 56А мужчина похитил мягкого медведя. Подозреваемого задержали через пару дней. Им оказался Северодвинец 86-го года рождения. Ранее судимый за аналогичные преступления молодой человек. Своё действие и поведение он пояснил тем, что находился в состоянии алкогольного опьянения и хотел произвести впечатление на свою любимую. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». Похитителю медведя грозит до двух лет лишения свободы. Ещё одна кража произошла в Центральном универмаге. 20-летний северодвинец из отдела обуви украл зимние ботинки стоимостью 999 рублей. Но воришку заметили и задержали. Цель совершения данного преступления он пояснил, что хотел использовать данную обувь в собственных целях, то есть для своих целей. Почему? Ну, поизносилась его обувь и, соответственно, он их хотел использовать для себя, в своих целях. Но умысел не довел до конца, так как был задержан мимо проходящим мужчиной. Горе похитителя передали сотрудникам полиции. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. На этих кадрах видно, как «Шкода» обгоняет впереди идущие автомобили по встречной полосе. Внезапно «Тойота» пошла на обгон, в последний момент предупредив об этом участников движения. От столкновения спасла реакция водителей. Незаблаговременная подача предупреждающего знака все же привела к ДТП. «Тойоту» занесло в кювет. Персональная выставка художника Александра Сверчкова открылась сегодня в Северодвинске. Живопись, фотография, скульптура и музыка – все это поместилось в рамках одной экспозиции. Хульдера, Бондурилка, Большуха – вовсе не ругательные слова о названии музыкальных инструментов Александра Сверчкова. Сегодня в детской художественной школе номер два открылась персональная выставка архангельского художника. Многие работы художника вдохновлены женскими образами. Так названия музыкальных инструментов восходят к персонажам скандинавской и славянской мифологии. Большуха – жена домового Хульдера, прекрасная светловолосая соблазнительница с коровьим хвостом. В своих произведениях художник стремится к синтезу различных видов искусства. Незавершенной является композиция «Экзамен по истории искусства». В нее художник хочет привнести скульптурные образы. Александр Сверчков считает, видеть мир и показывать его художник должен уметь по-разному. Можно закрасить синей краской и написать «небо». А можно взять и на фоне неба повесить букву «моё небо». Вот если все это в нужном контексте, оно все имеет право быть. Главными музами в живописи выступают родные, жена, дочка и внучка. Им посвящена композиция «Две Марины и София». Эта развернутая коробочка символизирует преемственность поколений. Работы жены Марины также есть на выставке. В нашем выставочном зале каждый год проходит большое количество выставок художественного творчества. Это может быть рисунки детей, может быть декоративно-прикладное творчество, совместные работы. В основном выставки детские. Выставка художника Александра Сверчкова открыта для всех желающих до 21 февраля. Екатерина Варфоломеева, Владимир Богомолов, Вестник Северодвинска. Северодвинский завод строительных материалов – это кирпичное и монолитное строительство. Это контроль качества продукции, совершенствование традиций и благоустройство городских улиц и площадей. Северодвинский завод строительных материалов – все для любимого города. Архангельское шоссе 31, телефон 580154. Вестник Северодвинска о спорте. Не забиваешь ты, забивают тебе. Избитая футбольная мудрость. Сработала на 100% матча чемпионата области по мини-футболу между командами «Наукоместные продукты» и «Архангельской Ромой». Спонсор рубрики – магазин «Спорттовары». Будь ближе к спорту с магазином «Спорттовары». Спортивный инвентарь, турники, обручи, наградная атрибутика, медали, кубки и грамоты. А также скидка на зимний ассортимент, батрушки, лыжи и зимний инвентарь. Магазин «Спорттовары». Ломоносова, 78. Подари семье здоровье. С появлением в столице Поморья стандартного зала «Норд-Арена» архангельские команды стали испытывать трудности в организации игры на маленьких северодвинских полях. Несмотря на это, футболисты Ромы в матче с «Наукой» первыми открыли счет и повели 2-0. Хозяева после второго пропущенного удачно разыграли угловой, а под занавес тайма сравняли счет с пенальти. Во второй половине встречи подопечные Юрий Ильина вышли вперед. И тут с «Наукой» сработала футбольная истина. Иван Мишикурин промахнулся с выгодной позиции и в эту же минуту не доработал в защите. Этот гол подстегнул игроков Ромы, и они отправили в ворота хозяев еще два мяча. Как ни старались футболисты «Науки» свести матч хотя бы в ничью, времени им хватило лишь на один гол. 4-5, и Рома увозит три очка. Так ударно начали второй тайм и провалились в концовке. Ну, были у нас стопроцентные моменты, поэтому если бы мы забили, ввели бы 4-2, я думаю, игра бы по-другому сложилась. Поэтому снова беда у нас в реализации стопроцентных моментов. Вот так ребята очень хорошо смотрелись на поле, и думаю, мы сегодня должны были выигрывать эту игру. Вы уже играете в Норт-Арене, все-таки зал стандартный. У нас поменьше залы. Испытывает ли команда проблемы в организации игры у нас в Северодвинске? Сейчас именно об этом и говорили. 90% игр проводим в Норт-Арене, поэтому здесь играть для нас уже очень сложно становится. Очень непривычно и динамично все. Смогут ли футболисты Ромы восстановиться за один день и навязать борьбу еще одной северодвинской команде, можно увидеть сегодня в 20 часов в спортзале «Строитель» в матче против «Северина». Константин Мухин, Семен Тарасов, Вестник, Северодвинска. Это все новости, но не переключайтесь сразу после прогноза погоды. Рубрика «Черновик истории». Мы посвящаем ее Иннокентию Бахтину. Сегодня почетному гражданину Северодвинской Корабелу исполнилось бы 99 лет. А после не пропустите программу «Объективно». Расскажем о коллегах-журналистах и о том, какие новшества в СМИ ждут читатели и телезрителей в этом году. Материалы выпуска вы можете посмотреть на нашем сайте северодвинск.тв. Итоги недели подведем завтра. Смотрите нас и все узнаете первыми. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Кулакова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова Ярмарка Морозка. Мы еще не подняли цены. Норка по 69 тысяч, мутон по 9 тысяч рублей. Рассрочка без участия банков. 26 и 27 января. Центр культуры и общественных мероприятий. Спонсор прогноза погоды – меховая ярмарка Морозка. В субботу 24 января в Северодвинске ожидается ветер южный, слабый, до 4 метров в секунду. Атмосферное давление в течение дня будет падать и составит 764 миллиметра ртутного столба. Пасмурно снег. Температура ночью минус 15, днем 12 градусов мороза. 26 и 27 января в ЦКОМ пройдет фирменная меховая ярмарка Морозка. Успевай купить по старым ценам. Родился Иннокентий Бахтин в 1916 году в Хабаровске в семье железнодорожника. После окончания семилетки поступил в Дальневосточный индустриальный техникум. Окончил его в 1936 году с дипломом сутокорпусника. Бахтин работает разметчиком, затем мастером на дальзаводе. Летом 1937 года в Приморском парке Владивостока происходит случайное знакомство, ставшее судьбой. Иннокентий Бахтин встречает юную Валечку Анцевич. Молодым людям еще предстоит пройти испытания сталинской тюрьмой и войной. И они все выдержат. Более 60 лет длился их супружеский союз. И всегда Валентина Станиславовна была главной опорой и поддержкой для Иннокентия Бахтина. В 1939 году молодые люди едут в строящийся Молотовск и на всю жизнь связывают свою судьбу с заводом 402. Этот завод, он сделал меня человеком. Как же я могу жалеть? Я ему признателен, я предан ему. До войны Бахтины вместе с другими специалистами завода живут в коттедже «Ноягро». После войны они получили квартиру вот в этом доме. Ленина 1347, квартира номер 19. От этого дома до завода по прямой не более 10 минут ходьбы. 47 лет Иннокентий Бахтин ходил этой дорогой. С первых дней работы на заводе 23-летний Иннокентий Бахтин включился в работу на заложенных в 1940 году эсминцах проекта 30К. В военные годы Бахтин был одним из строителей головного заказа больших морских охотников. А после рабочего дня вместе с другими заводскими рабочими служил в устребительном батальоне, находившемся на казарменном положении. В 1946 году Иннокентий Бахтин получил первую высокую награду – Орден Красной Звезды. После войны при строительстве на заводе эсминцев 30БИС раскрылся кораблестроительный и организаторский талант Бахтина. Звездный час Иннокентия Степановича наступил в серебдине 50-х. Он ответственный сдатчик первого советского подводного ракетоносца – подводной лодки проекта 611. Работа в содружестве с Сергеем Павловичем Королевым длилась три года. 16 сентября 1955 года в Белом море состоялся первый успешный старт ракеты с борта подводной лодки. За эту работу первым из заводчан Иннокентий Бахтин удостоен звания лауреата Ленинской премии. В те годы у многих заводских инженеров не было высшего образования. Иннокентий Степанович организовал почин – вечернее обучение во втузе специалистов завода. В возрасте 48 лет он поступил в институт, а в 1967 году получил диплом инженера кораблестроителя. В 1979 году за большой вклад в развитие города Иннокентий Степанович Бахтин удостоен звания почетный гражданин Сверодвинска. Получил удостоверение номер 12. Напряженная работа удивительным образом сочеталась с главным увлечением Бахтиных – собиранием уникальной библиотеки. В книжном собрании Бахтиных несколько тысяч табов, среди которых книги 18-19 века, альбомы по искусству, собрание сочинений классиков. В 1994 году Бахтины приняли решение передать свою библиотеку городу с правом хранения в музее. С этой поры жизнь читы Бахтиных тесно связана с музеем. Здесь Иннокентий Степанович отмечал дни рождения, к ним оформлялись новые книжные выставки. Как же я могу человек, собравший вот эту уникальную библиотеку, не отдать ее родине? А вот куда отдать – это, конечно, только музей. Была в семье Бахтиных еще одна нежно хранимая традиция. Каждый праздник супруги отправляли друг другу поздравительные открытки. В этих посланиях раскрываются характеры супругов, их трепетное отношение к друг другу. С Новым годом! С новым 1977 годом, родной мой мужчина! Будем встречать с тобой 60-й год рождения нашей прекрасной советской социалистической родины. За Родину! За ее удивительное завтра поднимаем бокалы. Здоровья тебе! Строителю! Истинному труженику, родному моему, любимому, счастья! Успехов и всего, что ты хотел бы! Пусть исполнится все! Любящая тебя, Алюшка! Целую и обнимаю! Крепко-крепко! Откройте истину добра! Вот жизненная кредо семьи Бахтиных. Это действительно так. Бахтинские коллекции, переданные городу, память о знаменитом корабеле и меценате будут жить в веках. Погоды летят, наши годы, как птицы летят. И некогда нам оглянуться назад. Крепко-крепко! Крепко-крепко! Продолжение следует... Крепкоа!